Один из главных способов избежать коронавирусной инфекции – оставаться дома. Сейчас во время школьных каникул у ребят есть возможность заниматься своим любимым делом дистанционно. Многие образовательные учреждения уже перешли на такой режим работы. Наш корреспондент Александр Соловьев лично в этом убедился. Саша, привет! Как дети отреагировали на такое общение дистанционно со своими педагогами? Привет, Ирина! Дети отнеслись ко всему с пониманием. То есть они, хоть и находятся на каникулах и введен режим карантина, они все равно продолжают заниматься своими любимыми делами только дистанционно. Например, во Дворце детского и юношеского творчества проводятся мастер-классы оригами и бумагопластики в формате видеоконференции через Skype. И дистанционно занимаются дети одного из наших пресс-центров. Ну что, всем привет! Здравствуйте, дорогие куча Малинца! Да-да-да, те, кто присоединился к нам уже меня видят. Это значит, мы начинаем онлайн-занятия. Непривычно, но, я думаю, результативно и, главное, безопасно. Да, конечно, безопасно. Но самое главное, то, что дома можно заниматься не только обучением в школьном, но также можно заниматься спортом. Вот, например, Минспорта Чуваши одной из первых ввело программу «Тренируйся дома», где ведущие тренеры показывают на своих трансляциях, как нужно правильно заниматься в непривычной обстановке. А наша съемочная группа отправилась в гости к гимнастке Злате Сергеевой, которая, несмотря на ограничения, все так же продолжает заниматься. Нам тренер дала упражнения, которые мы делаем дома. Мы тренируемся каждый день, чтобы не потерять навыки, чтобы гимнастка не потеряла свою форму, ну и поддержать дух и спорт. В зале есть возможность заниматься на снарядах, потому что все-таки спортивная гимнастика – это снаряды определенные. Но дома тоже можно найти и бревно, и брусья, потому что есть шведская стенка, есть какие-то мячики. Вполне возможно заниматься дома. Но в зале, конечно, лучше, да. Молодец, Злата, такой достойный пример для подражания. Да, конечно. Но и Злата, и юные журналисты с нетерпением все-таки ждут окончания временного карантина, чтобы уже продолжить свои занятия в привычной обстановке. Я думаю, все будут ждать окончания карантина.